Субтитры делал DimaTorzok 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 Дух Твой Святой да не покинет нас. Господи, даруй нам быть достойными Твоей кровавой жертвы. Даруй нам не утонуть в земных заботах и достичь Царствия Твоего Небесного. Господи, Тебе за все хвала. Отец и на Дух Святой. Аминь. Сегодняшнее евангельское чтение. Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. Святого апостола. Глава 8. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И когда он прибыл на другой берег в страну Гергесимскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского Марк и Лука говорят об одном бесноватом, имевшем легион бесов, но надо же думать, что один из двух, именно тот, о котором говорят Марк и Лука, был страшнее другого. Христос сам подошел к ним, так как к таким страшным людям никто не осмеливался приступить или привести их к нему. Живя в гробах, демоны хотели утвердить мысль, будто души умерших делаются демонами. Но да не будет всего и в мысли у кого-либо, потому что душа по разлучении с телом уже не блуждает по всему свету. Но души праведных покоятся в руке Божией, равно и души грешных также отводятся отсюда в свои места, как, например, душа богатого от Луки 16.23. Стих 29. И вот они закричали «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Толкование. 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 Просят его осем, жалея свиней и опасаясь потерпеть еще что-либо большее Позная сего, что где свинская жизнь, там живет не Христос, а живут демоны Глава 9, стихи 1-2 Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои Толкование Своим городом называют Капернаум, ибо Христос жил там Родился он в Вифлееме, в Назарете воспитался, а Капернаум был всегдашним местом его жительства Расслабленный сей не тот, о котором говорит Иоанна 5-5 Потому что последний лежал при овчих воротах в Иерусалиме А первый в Капернауме Тот не имел человека, а сего несли четверо, как говорит Марка 2-3 И потом спустились сквозь кровлю, о чем, впрочем, Матфей умолчал И, видя Иисус веру их, веру или принесших расслабленного, так как Он часто чудодействовал и ради приносящих Или же вместе и веру Его самого Называет чадом, или как создание Божие, или за веру Его Желая же показать, что главная причина расслабления была грехи Сначала отпускает грехи, а потом исцеляет одни дуга и тело Богу нашему слава Божественный Аминь 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 Надежда Ивановна перевели из отделения нейрохирургии в другое отделение Отделение долечивания Я восхищился, когда пришел туда в отделение посетить ее Это вообще сказка Новое отделение, поэтому под новое отделение там выделены были определенные суммы денег Фантастика И там, конечно, ухоженность, и обиход, и аппаратура, и реабилитация Там много чего-нибудь, всяких там приспособлений Ну, состояние, конечно, такое еще было Хотя, вот, был такой эпизод, Лёва мне рассказывал, что они были вместе с отцом у нее И Лёве кто-то позвонил по работе И он вышел из палаты, чтобы поговорить Она спросит, а где Лёва? То есть она вот так уже... Ну, это такой хороший павлиотический признак Ну, дай Бог, чтобы все так Так и нельзя даже здесь Значит, будут ее держать там Находиться она будет две недели И при любом исходе Ее выпишут там через две недели Ну, молиться же не все Ну, то есть физически все зарастет, получается Ну, а дальше уже, да? Там физически все зарастло уже давно Там функции центральной геносистемы восстановления Эмоции, да? Эмоции, кознитивность, способность, интеллекция Там нужно восстановиться Само по себе заболевание было таким тяжелым Длительно накапливавшимся А еще это раздельное вмешательство, конечно, тоже Словно, необходимо было, естественно Все, в куче Так, еще кто у нас? Людмила Степановна, как она там? Выписали Выписали? Ну, она там... Получилась там? Подхватила там... Инфекцию? Да Угу Ну, вот Вот Чех... 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 Почиститься... Чех... Антония Севастьяна, как? Небесно 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 Я сегодня вспомнил про Тамару, нашу господину Никаких известий нет Так все заглухо совершенно Я видел ее на улице Да? Ну, не сейчас Ну, тепло было уже Она прошла Ну, я на машине там Перекресток я Не остановиться не мог Ну, ходит она сама И шла Она... У нее там в том районе, где мы живем Недалеко Сестра Она ходит там прямо у вас Еня, пусть сходит Я ее просила ведь уже Да? А, действительно Ну, если она знает Конечно Она знает Да, там совсем нечего делать Я вообще не видел Янафа, она... Ну, да и дружескли Суме зайки Она, если не работает, то учится Ее дома нету до поздна Так что... Где она учится? Повышает поэффективацию Один после смены А второй Желудком или кишечником Заболел Я не знаю, честно Больший Здоровый Ну, что ты там съел? Ну, съезжал Ну, а что после смены? Там у него такая смена была, что прям никак Ну, начинаю, видать Он уже сутками работает Начинаю Я, будучи студентом Работал в трампункте И утром иду на занятия На лекции А тут на службу не прийти Не это, не отковорка Не принимается Это поколение уже Еще того Да? Сегодня еще раз Ровно как в водке Но все тоже Они вернулись В раму увеличиваются И течет Все Уходить они не ходят Ну, кто не знает про Терентия, у Терентия все благополучно. Лена написала обновительную поддержку, что там не подтвердился диагноз энцефалита. Это по молитвам, я знаю, Господь. А мой Господь, да. Да. Ну, там крещевой энцефалит у них нет, но прирост там в изобилии. Ну, это тоже вирусное заболевание, передающееся другим видом хрящей. Но у него ни того, ни того. Слава Богу, да. Да, что-то темно у вас там непонятно. Так, еще кто болящий у нас? Ну, все. Все перечислены. Все болящие. Все болящие. Все болящие грехами. Ни одного правильного. Я на этой неделе путешествую с двумя гостями. Одна женщина моего возраста, она из Падабакана, любовь. Она оглашенная, будет креститься. А другой из Иркутска летит человек. Оба в 12-го числа приезжают и 13-го мы с ними уезжаем. Так что, помолитесь, пожалуйста. Уезжаем в Потеряевку. Да. Потеряевку и до воскресенья, скорее всего. Вот так. И потом обратно они улетают. Они уезжают, улетают. Вот так. На этой неделе встретил оглашенного своего. Я поручителю него. Долго мне. Георгий его звать Байдуков. Долго мы с ним. Общались вместе. Ну, он выглядит именно так, как я себе представлял. Не знаю, как он меня представлял. Худенький, высокий и скромный парень. Не хочет жениться. Ну, это такое дело. Наживное, как говорится. Но очень хочет креститься. Не пословно знаменитого ляпчика. Да, да. Нет, он живет в город Лысьво. При советской власти ее все знали. Это единственный завод, который выпускал газовые оборудования. И холодильники. И холодильники, да. Да, да. Ну, то есть вот. Он рабочий человек. Работает. Он прямо закончил колледж именно по работе своей. Сборка различных металлических конструкций. И работает там на заводе. Собирает металлические конструкции различного. Говорит, ну, соответственно, цеху. Говорит, и огромные есть. И болты. Я говорю, я себе представлял, что у тебя вот такие болты там. Скороче вышел. Говорит, ну, есть такие. То есть, сами понимаете, все специализированное. И, конечно, там все механизация. Он в каске ходит, робот там и так далее. Ну, и работает на хорошем счету. Я спросил, ты на каком счету? На хорошем или нет? Он говорит, я не могу о себе говорить. Я говорю, ну, нет уж ты скажи, ты же верующий. Да. Раздает там новые заветы. Ну, около храма. С батюшкой там беседовал со своими и так далее. Он такой скромный. А где он был? Да. Маме постоянно помогает. Где право? Да. А ему присылал Астахов с Москвы. Ну, у него ничего есть. Да, вот такой, как бы ревностный. Вел, так вот получилось, что вел занятия, наверное, на месяце три вон оглашенный такой. Создали там какую-то площадку оглашенный называется. Ну, и вроде как я должен был там быть. А я подумал и говорю, слушай, а что и все, я да я. Давай, давайте вы будете вывести. Ну, и вот он согласился и вел занятия. И о Давиде 12 занятий получилось. Сам готовился. Ну, мы с ним встречались, там, беседовали. Он вопросы задавал мне. По твоим по травмашам. Да, по травмашам. По травмашам. По травмашам. Курировал. И создалась целая группа, там, около 30 человек, которые выходили на эту площадку, слушали. И среди них оглашенные. И просто, ну, братья, сестры, которые хотели духовно познавать. Вот так. Вот такие вот у нас сейчас оглашенные. Неизвестно, когда будет церковно-приказской завет. Неизвестно. Утром, утром 14-го числа. В пятницу. В пятницу. В восемь часов. Около 10-го числа раньше была. По вечеру раньше было. Ну, это раньше было. Раньше, да. Не к вечеру. Ну, вот все было подвига. Сколько человек? больше десяти это точно ну сразу приехала шестнадцать человек сразу из поезда приехала и там уже были люди но правда не для крещения гости вот еще войдуков приехал еще любовь приедет ну и там еще кто-то подъезжает постоянно это вы знали все и натик наш бы часто трубил уже давно не наверно хватит уже испытывается кто не приедет что-то все как-то криво знаете что там сейчас землю захватывают в потеряевке оказалось понятно что не наши ну я думаю что мы все рады видеть нашего брата вернувшегося со службы дорогой расскажи нам как там на совсем или на побывку на побывку когда в октябре назад в октябре так получилось что у стройки затянулась но пусто совершился как пуск который пробный ротный потому что заказчиками готовы там это военный объект мы в лесу двадцать пять километров 25 там в тайне конечно там дубы растут и его дубы интересный коричневым свиньи должен быть есть березы с черной корове у нас березы с белой корове корове вообще там очень мало поезд на первое от меня привет это место потому что там служил на футболе погода интересна тем что туман и даже зима сильный очень туман и ветер камеры волос там камеры волос там озеро там камеры волос там барабаш барабаш с животными встречался с большими животными жабы как весна пришла и такое количество вот не знаю там даже технику заглушали мы их не видели он их не ест они какие-то осторожные у нас там рыбка это вкусно кормили ну там столовая была там же 70 километров от моря красная рыбка должно быть причастие к молитве это были нет особо не было диста что храм выехать невозможно да можно было где сколько ближайших вот спицу виски 25 километров да но эти мы работали без выходных поэтому плюс надо было такси на анимат каждый раз а там но и китайский думать и китайцев много ну из-за пандемии меньше там работать было интересно что нарисовал то есть собирали сам себе начать люди со всего союза вот два двое уехали один там который падал с высоты и второй еще там небольшой был какой-то там у нас было восемь рабочих один мастер и я и через полтора месяца четыре рабочих осталось пришлось мне работать по пьянке двое один травмировался а второй договаривался интересно то я какая-то ответственность была за то что он там упал мастер-то под гордяном сам виноватый говоришь делает один не соблюдай правила техники за просмотр Ну, с корсетом ходит сейчас. С корсетом? Ты общаешься с ним? Видел только один раз, потому что когда на работу заезжал. Сейчас вот с понедельника выйду и... А, так вы с одного места работы? Да. Жили в вагончиках. Некоторые хорошие, некоторые там... Бомжатники, можно сказать. А питание как? Питание в столовой три раза более-менее готовили. Недалеко от города, в принципе, снабжение должно быть. А дорога как-то ничего туда? Проселочная. Ну, такая. Без этих... Без рек, да? Ну, там сотки, какие-то речушки постоянно. Небольшие же? Владивосток меня очень злил тем, что у нас поле-менее ровно. О-о-о, все вот так вот. И береговая линия очень неизрезанная. Необычная для глаза. Очень необычный глаза. Он похож на Сан-Франциско. Да? Да. Там, ну, вы же были, да? Один в один вот так вот. Короче, что он такой. Попробую высадить наискат. Еще вопросы к брату? Как переносится такая длительная командировка? Здание обычное, конечно. Домой я ходу? В меморах опишешь потом. Не хочу, я хочу домой. Почитай. Я хочу домой. Наймешь лидературного меда. Я пишу. Внутреннее переживание. Вы тебя помнили и помнили. И вы не помнили. Я тоже не рассчитывал, что так долго будет. Ну, тебе заплатили бы нормально. По три месяца, думал. И вы этого еще на сколько? Месяц минимум. Прочем, организация, точка Газпрома, там все минимум делается. Я там ждал 20 дней, я сожил с тобой и подписал это акт. Все вы там, не торопясь. А так объект большой, до горизонта все это делали. Безопасность страны превыше всего. Мы тут уже все осознали. По той долгой командировке уже все поняли. Спешит государство. Правильно делали. Тайвань, как говорится, не дремлет. У меня тут жена, она все время все события смотрит, особенно вечером, на ночью. Зачем тебе вот это надо? Потом ночью не спишь, давление подскакивает. Там какой-то военный спец, прогноз, что вокруг ситуация накаляется так, что нам не избежать эскалации военных событий. Там Прибалтика вся встает. Прибалтика 2 миллиона. Ну максимум 5, если все вместе. Германия вся там. Население. Не войска. А мы что? Ну что-то наше дело только молиться. Ну что? Молимся. Молимся. Господь. Человек. Господь предполагает. А Господь предполагает. Я тоже в Денисове. Нет. Я с Фауру, и встречаюсь с Францией. Ум. То есть ты уже помнишься, зафактовал все места? 14 утра, да? В сколько вы уезжаете? 6 утра я встречаюсь. 5 даже? А, 5. И сразу доедет. Ну, по-моему, приедет. То есть вы устроите на этот сайт? Я тут, причем, я вообще на меня, что смотреть? Семенов есть там. Семену позвонишь и... Игнатию Тихову еще. Я что? Ну, наверное. Сирый убогий. Сирый убогий. Ну, просто молотно, мы не ждали. Мы уже приехали уже. Да. Хотя, значит, что... Нет. Нет, ну, приедем. Не, ну, приедем. Не, ну, приедем. Сколько вы есть? Слово? Слово благодарения. Совет участвовал. Всех родственников. Как мама там? Где она? Так, мама. Уже всех. Хорошо? Да, в обществе поедетки она до 16-го часа. 16-го приедет. 16-го. 16-го. Смотрите, сопутешествующая, от сестры нашей Галины. Она баллитовной поддержки скидывала вот недавно. Недавно. Я удивляюсь, как она такая вот, крупненькая, там, справляется с этим народом. Там столько это, что каждому надо угодить. А зимой топить еще? А батюшка на каком? У ней новый вагон или нет? Там в новых вагонах электрическая и все. Да? И народный суток. Ну, сейчас топить не надо, сейчас. Не надо. Сейчас, наоборот, нужно не топить не надо. С кем она? С кем она? С кем она? Ну, пассажиры, купе. Дети в Адлер едут, понимаете? В Адлер. Я думала, что он должен быть. Голова вот так опухнет, если маленький. С кем она будет, конечно, не застыржить? Нет. У нас она тоже 20-й. Она 20-й стоит. Она проводник. Проводник. Я думала, что она больная. Она при чем там экзамены еще сдаёт. Ну, по квалификации повышения. Так, еще? Мы завершать будем? Да, дальше, а? У нас уже представлялся в прошлом. На занятия оставайтесь сразу, кто остается. И если кто будет страпезничать. В латыни страпезное занятие. Достойно есть. Песня. 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 Песня.